С 1 октября в Беларуси начнется республиканская кампания по вакцинации граждан против гриппа. Наш регион активно включился в подготовку к сезону массовых прививок. Большая часть населения будет привита бесплатно. Сможет ли массовая вакцинация снизить риски возникновения сезонной эпидемии? Стоит ли бояться побочных эффектов и рассчитывать на привычное «А вось не заболею»? Ответы на волнующие вопросы в материале Натальи Каприленко. Врач-педиатр высшей категории Валентина Николаевна более 20 лет лечит детей с острыми респираторными заболеваниями различной локализации. Говорит, тяжелее всего поддаются лечению осложнения вирусных инфекций, пневмонии. Сейчас в инфекционном отделении областной детской клинической больницы наблюдается незначительное увеличение количества поступивших. Доктора отмечают, конец сентября самое время делать прививки детям. И добавляют, особенно это необходимо школьникам. Для активно растущего организма очень опасны осложнения после гриппа. Мы хотели бы, чтобы родители наших пациентов подготовились к вот этому неприятному эпидемическому периоду, подготовив их путем вакцинации против гриппа. Ибо каждый, наверное, родитель должен помнить, что среди всех респираторных инфекций вирус гриппа самый опасный. Он опасен своей интоксикацией, он опасен осложнениями. Поэтому пока ничего более действенного, более эффективного не придумано, нежели вакцинация. Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети, страдающие различными хроническими заболеваниями, дошкольники и школьники будут прививаться бесплатно. Последним сделают прививки прямо в учреждениях образования по предварительному письменному согласию родителей. Многие родители, возможно, начитавшись каких-то интернет-ресурсов, имеют такую альтернативную точку зрения и вообще отказываются от вакцинации своих детей. Ведётся ли какая-то статистика, насколько это такая позиция опасна для детей? Возможно, некоторые боятся просто побочных эффектов. Я хочу сказать, что за прошедшие годы у нас не было осложнений на прививку, но есть реакции на прививки в виде местного покраснения, повышения небольшого температуры. Люди должны понимать, что кроме гриппа у нас есть и другие острые респираторные вирусные инфекции, которые сам грипп в общей структуре заболеваемости занимает где-то процентов 17. И зачастую мамы думают, что вот я привила ребёнка, а он переболел какой-то инфекцией. Он переболевает чем-то острый респираторный, но не гриппом. А грипп на сегодняшний день, он очень опасен тем, что он вызывает осложнения. В данном случае гораздо важнее привить ребёнка, защитить его, чем бояться вот этих вот реакций на прививку. Кроме детей в группу риска заболевания гриппом входят взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, студенты и медицинские работники. Эти категории граждан смогут привиться также бесплатно. На бюджетной основе вакцинация, предложенной российским препаратом Гриппол Плюс, в целом на бесплатную вакцинацию против гриппа могут рассчитывать более 32% населения области. На сегодняшний день у нас будет поставлена, часть вакцины уже поставлена, и ещё будет 4 вида вакцин. Это инфлювак производства Нидерланды, ваксигрипп Франция, Гриппол Плюс Россия и ультравак Россия. На таких видах вакцины можно привиться на платной основе в каждой поликлинике по месту жительства. Стоимость прививок, включена плата за осмотр врача и инъекцию. За вакцины нидерландского и бельгийского производства необходимо будет заплатить около 14 рублей. Вакцины для прививок содержат не живые вирусы, а отдельные фрагменты ДНК трёх штаммов, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Вызвать болезнь прививка не может, пресекают все опасения людей в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Эпидемиологи отмечают довольно высокую информационную подкованность жителей региона по профилактике гриппа. Между тем подтверждают, некоторые люди не делают прививки не потому, что против вакцинации, а просто надеются на авось не затронет. Наша съёмочная группа поинтересовалась мнением гомельчан по этому вопросу. Себе один раз была прививка, ничего не было, всё хорошо, поэтому, в принципе, за вакцинацию. Я не против. Я думаю, что если, может быть, действительно помогает это, то нужно прививаться. Но я не прививаюсь. Я за вакцинацию. Я сама лично не делала, но моя мама делала прививку, и всё прошло замечательно, и всё было хорошо. Я считаю, что бесполезно как-то, потому что, говорят, мутирует он, каждый год он разный, и вакцина как бы прошлогодняя получается, то есть смысла вроде как нет. Вакцинация помогает переболеть более лёгкой формой гриппа и не наносит такого вреда, если бы человек был без вакцинации. Между тем, в области уже созданы прививочные бригады. Согласно договорам, они будут выезжать для вакцинации на крупные предприятия. Как ожидается, в целом в этом году в регионе будет привито около 560 тысяч человек. Напомним, что с 1 октября сделать прививку против гриппа бесплатно можно будет в поликлинике по месту жительства, платно в любом амбулаторно-поликлиническом учреждении. Медики рекомендуют не затягивать с решением и успеть до конца ноября. Наталья Каприленко, Валерий Гопанько, Александр Харлампов, Сергей Лукашук. Новости недели.